Мы решили сходить в столовую лето. Здесь недалеко. Ой, лето. Окрошка она называется, да, столовая? Зайдем, за одним пообедаем. Хотя у нас дома есть. Ну ладно, приехали. Я люблю столовки просто. Юлька ругается, говорит, дома ешь. Я говорю, нет, я хочу в столовках еще питаться. Вот такие дела. Город, конечно. Я тут сказал, город сила. Кто-то говорит, нифига вам не сила. Город приехал сильным, уехал слабым. Высасывает силы. Ну, возможно. Вот ты говорил, город сила. А здесь слабые все. Город это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силы. В ДНС зайдем? Нам надо микрофон, радиомикрофон. Мы не можем где найти. О, Елечка. Да мы смотрели, там уже все. В ДНС нету микрофонов петличных. Есть там такой шляпный. Ха! Выбора вообще нету. А по музыке в Кире я не знаю где. За одним микрофончиком. В столовой мы обедаем. Елечка выбирает салаты. Сейчас сегодня возьмем. Народу не так много здесь. Но мне здесь нравится. Чисто, хорошо. Четенько. Сейчас сегодня возьмем. Вот крошка на разный выбор. Есть с курицей, есть без курицы, есть со всем. Я себе кружечки взял. Да, спасибо. Итак, мы с Юлечкой взяли пообедать. Я сегодня мало взял блинчики. Да, крошку только. Пару хлеба. А Юлечка там что-то, не знаю, взяла. Приятного аппетита. Все, мы сейчас пообедаем, посидим. Наверное, будем выбираться отсюда. Все, мы пообедали, друзья мои. Я тогда в эту лужу вляпался вот здесь где-то в гудруно. Квас его крошки был старый. Не понравилось. А так ничего. Ну и блинчики тоже. Что-то мне один зашел, второй не зашел. Так и оставил. А я сильно не хотел есть и так перекусить, думаю. Все, сейчас мы выбираемся домой. Нам, наверное, поедельник сюда или во вторник опять поедем. У меня там фильтр масляный идет на поддон, на коробку. Проставки где-то идут. Дядя Леша потом поедем. Соседем домой, будем грунтозацепы мерить на мотоблок. Пахать уж сегодня не получится, потому что там настройка такая. Это уже в отдельном ролике будем пахать. Я сейчас буду шлифовать сначала плуг. Я насмотрелся роликов. Шлифануть его надо, заточить. Ну, еще ролики посмотреть с углом там, поэкспериментировать. Не знаю, пойдет, не пойдет. И надо из спортзала еще притащить груз мне какой-нибудь. Придумать наперед. Немножко утяжелить его. Не знаю, получится, не получится пахать. Если не получится, то будем фрезами. Говорят, гусиные лапки какие-то есть. Мне все, сто человек написало. В следующей весне купим гусиные лапки тогда. Говорят, хорошо, целину уберется. Веселые такие фрезы. Все, едем в машине. Юлечка все маленькую машину хочет. Говорит, это большая больно. Я не хочу маленькую. А что? Конфортно. Она все о джиннике мечтает. А я попробую, может быть, и на этом нормально. Написали по поводу отключения EGR. Так. Знаете что, давайте я вам прочитаю, чтобы не быть голословным. Так я немножко не понял. Я его спросил, что нужно заглушить EGR и прошить мозги. И также удалить катализатор. Не отвечаю. Добрый день. Программное отключение клапана EGR на ваш автомобиль 6500. Физическим удалением занимается слесаря. Цена 3000. Так вот, мне непонятно. Программное отключение. Просто его отключить? Или прошивка на Евро-2? Если просто отключить, мне нахер надо. У меня же температуры поменяются в камеры сгорания. Чревато там последствиями. Мне надо именно прошивку другую зашить. Я его спросил сейчас. Сейчас будем ждать ответа. Посмотрим. Если просто отключение, так нахер мне это надо. Будем вырискать другую контору. А если на Евро-2 будут шить, то это хорошо. И, между прочим, мне дорого. Я на Эльку смотрел. Там прошивка 15000. Ладно. Выбираемся мы. Домой. Держи, Ёлечка. Ох! Прогреть автомобиль надо. Да. Иногда что-то при старте, если долго не подождать, то небольшая детонация. Ну, а если свечи накала потухли и сразу же заводить, то иногда детонация на холодной при заводке. А если чуть-чуть подождать, секунд несколько, то нормально, мягенько заводится. Не знаю, с чем это связано. Но, может, так и должно быть. Я уже не дизелист. Все. Едем. Все. Мы приехали, друзья мои. Так. Сейчас мы одни грунтозацепы померяем. Вторые заберем. Проставочки. Ну-ка давай проставки посмотрим. Что-то их толком-то не посмотрел. Покажи. Надпись. Патриот. Ой-ой-ой. Да. Что, смотри, они, видишь, круглые, что вставляются и у нас на эти штуки. Все четенько. Все. Сейчас мы переоденемся. Вытаскиваем мотоблок и посмотрим, как они подойдут. Грунтозацепчики. Сейчас все покажем. Ох, и погода сегодня разыгралась, ребята. У нас такие дубаки были, я думал, все уже. Нет, нормально. Вообще. Смотри, мы там под деревом встали у нас полный этот багажник листьев. Непорядок. Нападало что-то откуда-то. У нас этих нету. С топоров придется снять с фрез. Между прочим, Юль, покажи качество покраски фирмы патриот. Мы весь огород с ними уже два раза и работал. Смотрите, кряска еще не облизла. Ну, красочка вообще классная. Так, нам придется их разъединить, потому что у нас нету стопоров. еще хрен снимешь скоро. Так. Не умею я их снимать. В общем, эти стопоры вот так мы их снимем. И давай сюда. И с этого снимем. Здесь тоже заметили, да, краска вообще не облизла. Сейчас мы поставим сразу же. Покажи, Юлечка. Так, это будет левое. Нет, наоборот. Вот так. Это будет вот так. Я не три колеса принесну. Точно. Сейчас я принесу. Погодите. Какое-то я перепутал колесо. Вообще плотничком заходит. А не, они так и должны ходить. Ты подойди поближе, Юль. Не стесняйся. Пока их фиксировать не будем. Я не знаю, какой вылет делать. Видите, тут три вылета у них. Раз, два, три. И в какое отверстие вставлять, мы сейчас по мотоблоку проверим. Все, пойдем мы в гараж за мотоблоком. Давай идти до колеса. Унесу запасные в гараж сразу же. Что им здесь делать? И все. У нас почему такие колеса? У нас есть еще колеса. От Патриота. Но в наличии шестигранника не оказалось. Вот такого, проставочного. А здесь, видите, они. Только было в наличии вот такие. Пришлось брать другие колеса. Эти на запас остаются. Давай их тоже унесем в гараж. Дворися придется делать. Ну ладно. Пойдем. У нас сейчас целый арсенал навесного оборудования. Еще снегороторного очистителя только не хватает на зиму. И полный комплект будет. Так, это мы уберем на потом. Пусть будет. Я знаю, что Юлечка. Ключи взял, взял. Давайте сразу же. Мотоблок не заводился у меня с последней пашки. Больше недели, наверное, или неделю. Сейчас посмотрим, как заводится. С полтыка или не очень с полтыка. Здесь у меня секретный гараж. Мое садовое оборудование здесь стоит. Сейчас я Юлечка здесь открою. Секундочку. Мотоблок. В общем, фрезами я вот так работаю, как лыжа. Давай. Открываем кран. Открываем воздушку. Включаем on. Чуть-чуть газку добавляем. Еще преднатяк делаем. Уга. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. С полтычка, друзья мои. С полтычка. Задний ход Он еще на скорости стоял Погнали Ну как тебе? Вещь, вещь, вещь Сейчас я эти уберу И подгоним его Поставим грунтозацепы Посмотрим У вас, смотри, эти больше грунтозацепы, Юлечка А по ширине эти, по-моему, пошире, да? Так Сейчас я тут все уберу У меня еще есть Картофелекопалка и окучивание Ой, плуг у нас там лежит Плуг вам еще настраивать Не так все скоро Сейчас я уберу, погоди, все И будем примерять Так Дожидайся сейчас, секундочку Смотрим Прибавляем первую скорость Можно газу добавить, можно, нет Поехали Все, едем в огород Тележки не хватает, да? Сейчас мы прокатились По деревне Иди в ворота Открывай, Юлечка Сейчас мы грунтозацепы поставим Посмотрим, как он поедет на них Разверну его сразу же Говорят, крантики не забывай Закрывать Это он не закрыл, ничего страшного Нам сейчас что надо, Юлечка Поставить Давай сначала снимем одно колесо Если я его навалю Так, мне, наверное, твоя помощь понадобится Давайте, ребят, мы сейчас померяем вылет Какой поставим одно Потом вторую Потому что мне Одному, наверное, не с руки будет Так Берем Грунтозацеп Вот так Подержите, пожалуйста Снимаем колесо Ах, ты его не наваливай себе Он же не упадет, Юля Просто нет Юля, смотри Вот он Вот он Ты его баланс поймаю Его не надо держать-то Просто балансируй на нем Все Сейчас я погоди Посмотрю, как у нас Думаешь, большие вылеты Давай на среднюю поставим Делаем вылет на среднюю Почему? Я не знаю Я думаю, хватит Так Можете рассмазать Смотрите Чего? Ну, вот что Смотрите Смазать не надо Тут ничего Тут просто это Высверку надо убрать Так Готово Смотри, тут еще столько дыр Тут тоже вылет регулируется Все, посмотрим Что, не налази Ты не так надеваешь Ты смотри строго по Тут фаска Линиям Нет, ты вообще боком делаешь Фаска, Юль Не видишь? Да, по-моему Фасочка небольшая Так, погоди Я думаю, в какое отверстие Давай в среднюю тоже поставим Сейчас мы ремяна А может в крайнюю Нет, так мало Давай в самое последнюю Во И она как раз до сюда Вот у нас доходит А здесь Здесь тоже чутенько все Сейчас мы по огороду еще прокатимся Немного Так Первая есть, да Давай сейчас на вторую сторону, Юль Так Вот так Чуть-чуть надо подержать У нас заморозки уже зимой Блин Входит Вот так Все Вставил я во вторую А мы в вторую Вставили в какую? А, я в первую вставил Блин Погоди У нас же тут Наклейками все заклеено Все отверстия О, вот так Просто тут наклеечки Меньше Ой Вот так И здесь Все Ставим Тоже относительно в третий Вот так Готово Ставь, Юлечка Итак Мотоблок на грунтозацепах Друзья мои Сейчас мы его проверим Как он пойдет На, держи Будем пробовать Сегодня уж плуг не будем делать Потому что, говорю, там надо еще подготовить Это будут у нас в другом ролике Так, здесь все Интересно, воздушку надо открывать, не надо Что, горячий вроде О, нормально, Юлечка На пониженную поставим О, вещи Готово Все, видим, что Все работает Все, удобненько Покажу, Юль Проводочку Как это выглядит Вообще, чутенько Все, сейчас мы плуг будем делать Плуг подцепим Плуг, пойдемте, покажу Подержи-ка, Юль Так, я уж пробовал Тут на колесах буксуют Шлифанем его Чтобы он блестел Эту кромку я заточу Болгарочкой Все сделаю И тут все заточим Это отшлифуем Все будет четко Здесь тоже заточим И все, и будем пробовать Это опять мы Мотоблок поставили Машину еще задним вымыли Итак, мы приехали За деревню Нелюбовщина Посмотреть Рыжики Должен второй выход Быть У нас было этот Дожди, холодно было Сейчас тепло пошло Сейчас посмотрим Пошло, не пошло В общем, кто сюда ездит Ребята, боюсь вас рачировать Будете заезжать Со стороны Раменского кладбища С этой стороны На Нелюбовщину не проехать Там все перепахали Дороги нету Полностью до Нелюбовщины Все поле спахано Вот бы они еще Деревню тут Тракторами дернули бы Бульдозерами тоже перепахали О, наход такой было Сейчас мы обратно поедем Вам покажем Там, в общем, все Все перепахали И всю дорогу перепахали Можно, конечно, по обочине На Неве проехать При желании Но на легковушках Сюда уже только с той стороны Все, здесь были рыжики Мы здесь собирали Помните? Нынче Сейчас мы быстренько пробежимся Если есть, пособираем Если нет, то подождем еще Ждем второй выход Второго выхода пока нету, ребят Ходим, ходим Одни серые поганки И комаров отсюда сегодня Ого-го Облепляют, да На Новый год елки здесь Но мы предпочитаем искусственно Живое Не надо уничтожать Вон Это он? Ага Вот он Есть один Друзья мои Серьезно У тебя есть нож? Да Порежь Так, один нашли Пока шли Здесь кто-то Смотри Резал уже Поганочки В тот-то раз И вообще усыпано было Мы зашли тут Народищ уходило Ого-го Миллион человек И все равно Они были везде Здесь пока нету Но не сегодня Завтра будет Не, ну мы же так Смотрим Ладно, ищем Дальше мы Червивое Червивое, да Походили мы по лесу Один гриб Все, один рыжик Хороший Немножко масляников Попадают И все Или маслят Я не знаю, как у вас Порайльно говорят У нас масляники Вон, Юль Шиповник-то ты хотела Только шиповник хочет Перед каким выездом? Да, мы уехали Взяли соки У нас что-то коробка отпала Не коробка, а сосок Сейчас не знаем, как везти Сейчас перевернем бутылку И все Сейчас мы вам покажем Поле, где там перепахали О, поля спахали Вон, видишь, где дорога была Все перепахали Крупная спашка идет Нормально А вон там нелюбовщина была Деревня Как-то можно на машине проехать По бочку Заброшки здесь у нас Деревня вот так шелка, да? Да Все, едем домой мы Все на сегодня Грибов нету Вот здесь покопать можно Нормально здесь Развалины стоят Деревня хорошая Но травы много Ладно, мы домой поехали На сегодня все Всем пока, удачи Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова